Поймёт не тот, кто много видел, а тот, кто много потерял. Простит не тот, кто не обидел, а тот, кто многое прощал. Каждое слово имеет последствия, каждое молчание тоже. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, всё равно придёте не туда. Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую гавкающую собаку. Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место. А потом оказывается, куда бы ты ни поехал, ты берёшь с собой себя. Счастье не даётся готовым. Оно приходит в результате ваших собственных действий. Иногда лучший способ помочь кому-то – просто быть рядом. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень много, не зная самого нужного. Эмоции обычно через какое-то время проходят, но то, что они сделали, остаётся. На словах все люди одинаковы, и только поступки выявляют их различия. Даже самому сильному человеку иногда нужен тот, кто обнимет и скажет – «Всё будет хорошо». Кто сильнее страдает, тот меньше об этом говорит. Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга. Ребёнок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше всего её заслуживает. Запомни, никогда ничего не добьёшься, пока не научишься определять, что для тебя в данный момент самое главное. Мы никогда не будем знать, что творится у кого-то в душе, но мы можем постараться, чтобы там было тепло. Если внутри у тебя всё в порядке, то и снаружи всё станет на свои места. Самый несчастный человек на свете – это атеист. Он видит морской закат, и ему некому сказать спасибо за эту красоту. Сильные люди не любят свидетелей своей слабости. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Когда ты видишь что-то прекрасное в ком-то, скажи им. Это займёт секунду, но для них может продолжаться всю жизнь. Просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сделать. Вечером, прежде чем заснуть, что я сделал. Неприятности дают человеку возможность познакомиться с самим собой. Красота пустяк, ты и сам не понимаешь, как тебе повезло, что ты некрасив. Ведь если ты нравишься людям, то знаешь, что дело в другом. Тысячи свечей могут загореться от одной единственной свечи, и жизнь её от этого не станет короче. Счастье никогда не станет меньше, если разделить его с другим. Прежде чем переживать по поводу чужого мнения или из-за того, что кто-то в вас разочаровался, просто спросите себя, неужели смысл в вашей жизни заключается в том, чтобы оправдывать чужие ожидания. Мы стремимся к жизни без трудностей, но дубы вырастают крепкими при сильных ветрах, и алмазы образуются под высоким давлением. Из камней, упавших с души, получится хорошая дорога к счастью. Существует легенда, что если женщину не обижать, она не обижается. Помни всегда вот о чём. Что бы ты ни делал за спиной у людей, ты делаешь это на глазах у Бога. Если у человека богатый внутренний мир, если у него есть душа, то с ним хорошо и интересно, вне зависимости от того, 13 ему или 90. Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую гавкающую собаку. Используй тот талант, что у тебя есть. Если бы в лесу пели только те птицы, что поют лучше всех, там было бы очень тихо. Если Всевышний не дал тебе то, что ты хотел, значит, Он даст тебе лучшее, но позже. Только не раскисай. В том и состоит твоя задача в нашей тяжёлой жизни — сохранить сердце любящим и не раскисать, несмотря ни на что. Что бы ни случилось, держи себя в руках и не падай духом. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя. Самый сложный экзамен — это жизнь. Большинство проваливает его, списывая и копируя у других, не понимая, что у каждого свой билет. Простить обман несложно. Сложно сохранить былое доверие. Удивительно, что ребёнку, который учится ходить и падает более 50 раз, не приходит мысль — может, это не моё? Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих — и себя, и другого. Выбирайте слова и не повышайте голос. Цветы растут от дождя, а не от грома. Море и небо — два символа бесконечности. В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы. Сохраняй веру. Жизнь — это лестница. Поднимаясь по ней, здоровайтесь. Чтобы, когда будете спускаться, вас узнали и подали вам руку. Видимое временно, а невидимое — вечно. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. Береги то, что у тебя есть. Не смотри на то, что есть у других. Благодари Бога за то, что Он тебе дал, и Он даст больше. Хочешь быть счастливым человеком? Не ройся в своей памяти. Цена ошибки меньше, чем цена бездействия. В теории нет разницы между теорией и практикой. На практике она есть. Есть три ловушки, которые отнимают счастье. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее. Если кто-то судит твой путь, одолжи ему свои ботинки. Всегда напоминай себе о тех чудесах, которые Господь сотворил в твоей жизни, потому что главная задача врага это помочь тебе забыть о том, что твой Бог всемогущий. Мудрейшая птица на свете — сова. Все слышит, но очень скупа на слова. Чем больше услышит, тем меньше болтает. Как этого многим из нас не хватает? Надо вообще избегать говорить что-либо о людях, оценивать их, хвалить или порицать. Ибо сердце человека — это глубокое море, а мы видим лишь поверхность его. Рука, протянутая в трудную минуту, запомнится на всю жизнь. Ошибается каждый, признает ошибки мудрый, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящий. Не держите обид. Ваши обиды, кроме вас, никому не мешают. Кто смотрит слишком далеко, не спокоен с сердцем. Не печалься же ни о чем заранее и не радуйся тому, чего еще нет. В любой непонятной ситуации нужно идти спать. Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой. Не расстраивайся, что ты на нижнем уровне успеха. Просто помни, что детеныш льва — это тоже лев. Любить, когда все хорошо, проще простого. А ты попробуй любить, когда все плохо. Сплетни — это когда немой говорит глухому, что слепой видел, как одноногий ходил по воде. Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит, ты летишь в пропасть. Надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. Когда говоришь с человеком наедине, он кажется совсем другим. И каждый рисовал себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего был лишен в настоящем. Самая большая тюрьма, в которой живут люди, это боязнь того, что подумают другие. Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда. Когда вам кажется, что простить нельзя, вспомните, сколько прощено вам. Никогда человек не проявляет такой гордости, чем когда он усиленно старается выглядеть смиренным. Потерпи. Иногда вам нужно пройти через худшее, чтобы добраться до лучшего. Невеликая награда, невысокий пьедестал, человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Лучше удивить всех своими результатами, чем постоянно рассказывать о своих планах. Разлука научит тебя любить по-настоящему. Все приходит в свое время, для тех, кто умеет ждать. Самая великая победа, победа над своим негативным мышлением. Следите за вашей речью. Она показатель того, что вас наполняет. Никогда не срывайтесь на других людей из-за своих проблем. Время, посвященное Господу, никогда не будет потрачено напрасно. Наши сомнения заставляют нас терять то, что мы могли бы обрести, если бы не испытывали страха. Если тебе ответили молчанием, это не значит, что тебе не ответили. Всему, ища вину вовне, я злился так, что лес из кожи, а что вина всегда во мне, я догадался много позже. Время летит. Это плохая новость. Хорошая новость. Вы пилот своего времени. Наука – это организованные знания. Мудрость – это организованная жизнь. Не каждый шторм приходит, чтобы разрушить твою жизнь. Некоторые приходят, чтобы очистить твой путь. Поведение – это негласная проповедь. Лучше совершать ошибки, но стараться измениться, чем казаться хорошим, но быть гнилым. Умей прощать. В первую очередь, это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь ради кого-то, кроме себя. Три жизненных правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь целей. Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Что за приятный сюрприз. Обнаружить, наконец, как не одиноко может быть в одиночестве. Самое сложное, делать вид, что ты ничего не знаешь, когда тебе известно даже больше, чем надо. Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Поспешность — это подлинный источник ошибок. Научившись говорить «нет», вы потеряете популярность, но приобретете уважение. Крис Ходжес Сильные люди находят время помочь другим, даже если они борются со своими собственными проблемами. Не стоит менять себя в угоду другим, ведь если вам жмут туфли, вы же не меняете ноги. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Удивительно, как много не сказано, хотя мы постоянно говорим. Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не поменяешь что-то, что ты делаешь каждый день. Секрет твоего успеха в повседневной рутине. Джон Максвелл Не бойтесь дарить счастье другим, оно к вам обязательно вернется. Если оставаться на месте и не двигаться вперед, все тускнеет и теряет смысл, как в работе, как в отношениях, так и в жизни. Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это хорошо в любом месте. Большая сила в человеке, который сможет промолчать, даже если он прав. Прекрасное чувство, когда кто-то говорит, «Жаль, что я не знал тебя раньше». Сон не спасет тебя, если у тебя устала душа. Всегда в особо тяжелые моменты своей жизни общайтесь с маленькими детьми и мудрыми стариками. Дети убедят вас, что не все потеряно, старики, что все можно пережить. Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела. Один парень спросил священника, «Если Бог везде, то для чего мне ходить в церковь?» На что тот ответил, «Во всей атмосфере есть вода, но когда тебе хочется пить, ты должен идти к источнику или колодцу». Часто случается, что именно с пустяка начинаются самые важные в мире вещи. «Когда ты видишь что-то прекрасное в ком-то, скажи им, это займет секунду, но для них может продолжаться всю жизнь». Самое теплое чувство «Дорога домой». Если на вопрос «Как дела?» человек отвечает «Нормально», значит вы не входите в сферу его доверия. Не воспитывай детей. Все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя. Можно многое увидеть, если просто наблюдать. А жизнь, как роза, то цветет, то колется, и каждый шип особенно болит. Когда за нашу боль хоть кто-то молится, Господь услышит их и исцелит. Мелкие умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи. Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни, все, что можно купить за деньги, уже дешево. Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее. Чтобы вас прощали, нужно вовремя просить прощения, а не один раз в год. Самый хороший учитель в жизни опыт берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Если нет своей цели в жизни, то будешь работать на того, у кого она есть. Что бы ни случилось, запасись терпением. Солнце должно снова взойти. Оно всегда так поступает. Поздно запирать конюшню на замок, после того, как лошадь уже украли. Мысли – это грунтовка, подготовка к художеству. Дальше первый слой краски – чувства. Второй слой – наши дела. Все люди на свете делятся на два типа. Одни с тобой при определенных условиях, другие – в любых обстоятельствах. Чудо всегда ждет нас где-то рядом с отчаянием. Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса. Любой баран считает пастуха гением, а собаку – защитником стада, хотя хозяин и собака съедают больше овец, чем волки. Никогда ни о чем не сожалей. Иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему. Воспоминания – такая странная вещь. Они греют душу и в то же время рвут ее на части. Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга. Ты жив, а значит, все еще возможно. Разумного человека невозможно обидеть. Обижаешься ровно настолько, насколько чувства превосходят разум. Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. Если в вашей жизни чего-то нет, значит, это время для чего-то другого. Мудрые слова, о которых стоит помнить постоянно. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Три вещи не следует терять. Спокойствие, надежду, честь. Три вещи в жизни наиболее ценны. Любовь, убеждение, доверие. Три вещи в жизни ненадежны. Власть, удача, состояние. Три вещи определяют человека. Труд, честность, достижение. Три вещи разрушают человека. Вино, гордыня, злость. Три вещи труднее всего сказать. Я люблю тебя. Прости, помоги мне. Подозревать хуже, чем знать. У реальности есть границы. У воображения нет. Улыбка — это кривизна, все выпрямляющая. Проблема не во времени, а в том, как мы им распоряжаемся. Закончив день, забудьте о нем. Все, что вы могли, вы сделали. Проблемы должны заставлять тебя действовать, а не вгонять в депрессию. Я все равно ни о чем не жалею. Хотя бы потому, что это бессмысленно. Можно и подождать, если есть чего ждать. Когда Бог в твоей лодке, это не значит, что не будет шторма. Это значит, что твоя лодка не утонет. Если ты помог человеку, когда ему было плохо, не переживай. Он обязательно вспомнит о тебе, когда ему опять будет плохо. Нельзя начать жизнь сначала, но ее всегда можно продолжить по-другому. Жизнь не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Пускай хлеб по водам, к тебе он возвратится. С маслом. Сначала мы спешим во взрослую жизнь, а потом мечтаем вернуться в детство. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Начать с чистого листа нетрудно. Трудно изменить почерк. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Когда судите о чужой жизни, запомните одно – вы видите только то, что вам дают увидеть. Что предназначено тебе, не возьмет никто. Однажды несколько людей нарочно громко осуждали человека, когда тот проходил по их кварталу. Тот все слышал, но ответил им улыбкой и желал здравствовать. Некто спросил его, «Ты улыбаешься и желаешь этим людям здоровья? Неужели ты не испытывал к ним злости?» На что мужчина ответил, «Когда я прихожу на рынок, я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке?» Так же и при общении с людьми я могу тратить только то, чем наполнена моя душа. Капля добра лучше целой бочки философии. Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, послушай, что он говорит о других. Через год мы будем откровенно смеяться над проблемами, которые сегодня не дают нам заснуть. Всегда будет огромная разница между теми, кто спрашивает, почему ничего не получается, и теми, кто спрашивает, как сделать так, чтобы все получилось. Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта – получится или не получится. А если ты не попробуешь, то есть всего один вариант. Большинство людей советуют тебе то, что устраивает их самих. Обиды, как камни. Не копи их в себе, иначе упадешь под их тяжестью. Запомните, никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия. Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью. Знаете, что самое страшное в жизни? Не успеть. Есть три незаменимых лекарства на земле. Природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора – пережить. Кто сильнее страдает, тот меньше об этом говорит. Если не знаешь, как поступить, обрати внимание на покой. Если его нет, лучше не принимать решений. Сначала успокой ум. Действуй всегда из тишины и спокоя. Это самые верные и правильные решения и поступки в жизни. Человек бежит по жизни, не жалея ног. Дом, работа, дом, работа, отбывая срок. Выходные передышка, отпуск как привал, старость, пенсия, отдышка. А куда бежал? Фразу «прости меня» чаще всего говорят люди, не виноватые ни в чем. Они просто дорожат другими. Лучше износиться, чем заржаветь. Только неблагородный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить. Почти каждая история успеха, которая мне известна, начиналась с того, что человек лежал навзничь, поверженный неудачами. Запомни правило трех «Н». Нет ничего невозможного. В тот момент, когда у вас появилось сильное желание кого-то осудить, осудите это желание. Важно не сколько мы даем, а чем мы жертвуем. Я не терпел поражений. Я просто нашел десять тысяч способов, которые не работают. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Человека убивают не обстоятельства, его убивают мысли. Мы думаем иногда, что быть бедным значит быть голодным, раздетым и бездомным. Настоящая бедность — это быть ненужным, нелюбимым и заброшенным. Иногда вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни. Как правило, самые сильные — это самые тихие и спокойные люди. Кто-нибудь поймет тебя однажды, а пока, увы, не суждено. Шепот сплетен, слышит каждый. Крик души — почти никто. Часто самое откровенное мы говорим в шутку, чтобы никто не понял, что это правда. Пока человек чувствует боль, он жив. Пока человек чувствует чужую боль, он человек. Не умеешь ценить то, что есть, научишься ценить воспоминания. Важна не та любовь, которую вы получаете, а та, которую отдаете. Дарить счастье другим — это самый надежный и быстрый способ стать счастливым самому. Затаить обиду — это позволить кому-то жить в вашей голове без арендной платы. Когда Бог дает вам новое начало, не повторяйте старых ошибок. Вопрос, а что подумают люди, должен стоять на самом последнем месте. По сути, всем все равно. Жизнь-то твоя. Лучше иногда падать, чем никогда не летать. В добро верят лишь те немногие, кто его творит. Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, вы, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Жаль, что в нашей памяти нет функции удалить. Смелость — это не всегда львиный рев. Иногда это тихий голос в конце дня, говорящий «Я снова попробую завтра». Легче растить сильных детей, чем потом ремонтировать сломанных взрослых. В то время, как гордость выигрывает, люди теряют друг друга. «Улыбка» — это кривизна все выпрямляющая. Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга. «Ты никогда не сможешь оправдать чужие ожидания. Другие всегда будут недовольны чем-то, потому что их причина внутри них, а не внутри тебя». «Ум» богатеет от того, что он получает, «сердце» — от того, что оно отдает. Никогда не можешь знать наверняка, к счастью ли успеваешь, к несчастью ли опаздываешь. Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните, один прекрасный день — это сегодня. «Люди, полагающие, что они никому не нужны, на самом деле часто самые нужные». «Как же ты меркантилен, мой друг! Запомни, все, что можно купить за деньги, уже дешево». «Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя». Никогда человек никогда не проявляет такой гордости, чем когда он усиленно старается выглядеть смиренным. «То, что мы говорим, ничто по сравнению с тем, что мы чувствуем». «Чтобы чувствовать цену того, чем вы владеете, представьте себе, что вы потеряли это». «Всегда напоминай себе о тех чудесах, которые Господь сотворил в твоей жизни, потому что главная задача врага это помочь тебе забыть о том, что твой Бог всемогущий». «Время меняет все, особенно мысли. «Кто ищет друга без недостатков, остается один. Если не знаешь, как поступить, обрати внимание на покой. Если его нет, лучше не принимать решений. Сначала успокой ум. Действуй всегда из тишины и спокоя. Это самые верные и правильные решения и поступки в жизни». «Если Бог есть, то почему в мире царит беспорядок?» говорят люди. «Бог говорит, если бы вы слушали меня, ничего бы этого не было». «Успешная жизнь» это такая жизнь, в которой человек понимает собственный путь и следует ему, а не гонится за мечтами других. перед тем, как причинять боль человеку, подумай, вдруг эта боль сломает ему всю жизнь. «Вы слишком много думаете о том, как найти нужного человека, и недостаточно о том, как стать нужным человеком?» «Если человек оправдывается, значит, ты ему дорог, запомни». «Один парень спросил священника, если Бог везде, то для чего мне ходить в церковь?» «На что тот ответил, во всей атмосфере есть вода, но когда тебе хочется пить, ты должен идти к источнику или колодцу». «Только потеряв, мы начнем ценить, только опоздав, учимся спешить, только не любив, можно отпустить, только видя смерть, научиться жить». «Настоящие друзья могут посмеяться над тобой, но никогда не дадут это сделать другим». «Море и небо – два символа бесконечности». «Имейте терпение, пусть грязь осядет и вода станет чистой, тогда правильные действия станут напрашиваться сами собой». «Но, как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер». «Любовь как цветок, ей нужно время, чтобы расцвести». «Нужные слова в нужное время могут изменить жизнь». «Можно найти тысячу вариантов «как», если знаешь «зачем». «Иногда выбор делаешь делаешь ты, а иногда выбор делает тебя». «Учитесь спокойствию у часов, они, даже если опаздывают, никуда не спешат». «Лучше иметь одну блестящую грань, чем быть всесторонне тусклым». «Люди злые в той мире, в которой несчастны». «Дисциплина — это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь». «Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым, а быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются». «Гордый всегда обижен, смиренный никогда не сердится, потому что ничто его не оскорбляет. Гордый ищет особой любви к себе, смиренный любит сам, ничего не ожидая взамен. «Не воспитывай детей, все равно они будут похожи на тебя, воспитывай себя». «Никто не ценит того, чего слишком много». «Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений». «Выживший чувствует жизнь иначе, чем просто живущий». «Мудрейшая птица на свете сова, все слышит, но очень скупа на слова. Чем больше услышит, тем меньше болтает. Как этого многим из нас не хватает». «Свобода открывается человеку в тот момент, когда ему безразлично, какое впечатление он должен производить. «Месяц» это, конечно, очень долго, но через месяц звучит гораздо лучше, чем никогда». «Человеку» без лав просто чеки. «Мы становимся крепче там, где ломаемся». «Некоторые шансы лучше упускать, чтобы не лишиться всех остальных». «Люди редко бывают такими, какими кажутся». «Помни всегда вот о чем. Что бы ты не делал за спиной у людей, ты делаешь это на глазах у Бога». «Лучше удивить всех своими результатами, чем постоянно рассказывать о своих планах». «Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта получится или не получится, а если ты не попробуешь, то есть всего один вариант». «Не спеши судить о трех вещах, о Боге, пока не удостоверишься в вере своей, о чужих поступках, пока не вспомнишь о своих, и о завтрашнем дне, пока не увидишь рассвета». «Невозможно» — это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. «Если мы обвиняем Бога за каждую слезу, почему мы не благодарим Его за каждую улыбку?» «Жизнь не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода». «Если однажды вам придется выбирать между всем миром и любовью, помните, если выберете мир, то останетесь без любви, а если выберете любовь, то сможете завоевать весь мир». басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. Проблема с честными людьми в том, что они ждут честности от всех остальных. Всегда будет огромная разница между теми, кто спрашивает, почему ничего не получается, и теми, кто спрашивает, как сделать так, чтобы все получилось. Лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любят за то, чего в тебе нет. Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, вы, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Запомни две фразы, которые помогут тебе открыть многие двери в этой жизни на себя и от себя. Хочешь избежать критики? Ничего не делай, ничего не говори и будь никем. говори правду и тогда не придется ничего запоминать. Жизнь это лестница, поднимаясь по ней здоровайтесь, чтобы когда будете спускаться, вас узнали и подали вам руку. никогда ни о чем не сожалей, иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему. Все, что важно, не бывает срочно, все, что срочно, только суета. свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Сегодня я сделаю то, что не хотят делать другие, чтобы завтра я мог делать то, чего не могут позволить себе остальные. Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков. Ждать мучительно, забывать больно, но худшее из страданий не знать, какое решение принять. мнение самый дешевый в мире товар. Спросите любого, и он подарит вам целый букет. Всему свое время. Время разрушать и время строить, время молчать и время говорить. Не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь. все самое лучшее случается неожиданно. Что будет, если сегодня ты проснешься и увидишь только лишь то, за что ты благодарил Бога вчера? Подумай, сколько всего ты мог бы сделать, если бы не чужое мнение? Всегда найдется тот, кто полюбит именно тебя, даже если ты ежик колючий. Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать. всегда говорите о других так, как если бы они находились рядом. Нельзя объяснить вкус соли тому, кто пробовал лишь сахар. «Будьте заняты». Это самое дешевое лекарство на земле и одно из самых эффективных. Если бы вы поняли, как сильны ваши мысли, вы бы никогда не думали негативно. из того, что вы обижены, еще не следует, что вы правы. Родной человек важнее принципов и обид. Нельзя начать жизнь сначала, но ее всегда можно продолжить по-другому. Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Бояться надо не тех, кто не согласен с вами, а тех, кто не согласен с вами и боится вам об этом сказать. Люди, которые говорят правду и показывают свои истинные чувства, вовсе не слабы, глупы или наивны. Они настолько сильны, что не нуждаются в маске. Если не можете сказать правду, промолчите, но откажитесь от привычки лгать. Если сомневаешься в человеке, не давай ему работы, а раз работу дал, оказывай и доверие. Я хочу сказать спасибо тем редким людям в моей жизни, которые слушают без осуждения, разговаривают без предрассудков, помогают без лишних слов, понимают без претензий и любят меня безо всяких условий. Порой, чтобы спасти кого-то, нужно просто его обнять. Обида последствия гордыни и неумения общаться. Не обижайте людей, которые вас любят, ведь они беззащитны из-за любви к вам. Не держите обид. Ваши обиды, кроме вас, никому не мешают. Обиды как камни, не копи их в себе, иначе упадешь под их тяжестью. Некоторые люди не слышат, что ты говоришь, а некоторые слышат, о чем ты думаешь. Затаить обиду — это позволить кому-то жить в вашей голове без арендной платы. Обида — показатель вашей незрелости. Обижаться и негодовать — это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов. Разумного человека невозможно обидеть. Обижаешься ровно настолько, насколько чувства превосходят разум. умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не поменяешь что-то, что ты делаешь каждый день. Секрет твоего успеха в повседневной рутине. Джон Максвелл Научившись говорить нет, вы потеряете популярность, но приобретете уважение. Крис Ходжес Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Гете Как легко обидеть человека. Взял и бросил фразу злее перца, а потом порой не хватит века, чтобы вернуть обиженное сердце. Когда вам кажется, что простить нельзя, вспомните, сколько прощено вам. разрушить всегда легче, чем построить, обидеться ведь легче, чем простить, и врать всегда удобнее, чем поверить, а оттолкнуть намного проще, чем любить. Учитель, как мне научиться прощать? Что толку в излечении симптомов? Учись не обижаться. Если вы хотите увидеть храбрых, посмотрите на тех, кто может прощать. Если вы хотите увидеть героев, посмотрите на тех, кто может любить в ответ на ненависть. Чтобы обидеть любимого человека смелость не нужна. Смелость нужна, чтобы потом попросить прощения. Как только человек заболевает, ему надо поискать в своем сердце, кого надо простить. прощения Каждый соглашается, что прощение прекрасная вещь, пока ему самому не придется прощать. Чтобы вас прощали, нужно вовремя просить прощения, а не один раз в год. Кто не прощает другу недостатка, тот одинок и жить ему не сладко. Жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь ради кого-то, кроме себя. Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность. Я всегда ищу в людях только хорошее, плохое они сами покажут. Мелкие умы обсуждают людей, средние умы обсуждают события, великие умы обсуждают идеи. нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это хорошо в любом месте. Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет. я знаю, что я ничего не знаю, а многие и этого не знают. Не делайте ничего на эмоциях, эмоции пройдут, а последствия останутся. Чем меньше сказано, тем проще все исправить. Вами управляет тот, кто вас злит. если вы решили действовать, закройте двери для сомнений. Умный человек может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать. Самый хороший учитель в жизни опыт берет правда дорого, но объясняет доходчиво. Сердиться это значит мстить самому себе за ошибки других. Спроси у человека, что такое счастье, и ты узнаешь, чего ему больше всего не хватает. не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего. Есть три ловушки, которые отнимают счастье, сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее. грузинская пословица «Если у вас есть больше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не забор выше». Большая сила в человеке, который сможет промолчать, даже если он прав. Каждый будет испытан тем, что он порицает в других. В тот момент, когда у вас появилось сильное желание кого-то осудить, осудите это желание. Счастье – это всего лишь хорошее здоровье и плохая память. Пчела, вонзив стальное жало, не знает, что она пропала, так и глупцы, пуская яд, не понимают, что творят. Воистину тот славен и велик, кто в гневе удержал язык. Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза. Сплетни – это когда немой говорит глухому, что слепой видел, как одноногий ходил по воде. Не делай того, что надо скрывать. оставь мутную воду в покое, и она станет чистой и прозрачной. утром думай, днем действуй, вечером читай, ночью спи. Проблемы должны заставлять тебя действовать, а не вгонять в депрессию. нерешительность – вор возможностей. Кто знает себя, тому не страшно то, что о нем говорят. От счастья до депрессии одна мысль. Самая великая победа победа над своим негативным мышлением. Все просто думай хорошо будет хорошо. Следите за вашей речью. Она показатель того, что вас наполняет. Человека убивают не обстоятельства, его убивают мысли. Хочешь быть счастливым человеком? Не ройся в своей памяти. Считайте звезды на небе, людей за окном, сдачу в магазине, но никогда не считайте себя правильнее и умнее других. Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать. Большинство людей советуют тебе то, что устраивает их самих. если ты помог человеку, когда ему было плохо, не переживай, он обязательно вспомнит о тебе, когда ему опять будет плохо. Притворство доброты отталкивает больше, чем откровенная злоба. злой человек похож на уголь, если не смог обжечь, то пытается очернить. Одна капля лжи портит океан доверия. В тот момент, когда вы рассмеялись над чужой мечтой, ваша мечта начала смеяться над вами. В наше время люди могут придумать целую речь, чтобы оправдать себя, зато не могут сказать простую фразу «Прости, я был неправ». Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам. Действуй, иначе сегодня опять ничего не изменится. Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, это вера в то, что говорят о нас другие люди. Если ты можешь пройти мимо нужды человека, то Богу уже все равно, сколько часов ты молишься, постишься и как красноречиво проповедуешь. От гнилых людей мне нужно лишь одно расстояние. Сдерживать себя, когда обидно и не устраивать сцен, когда больно. Вот что такое идеальная женщина. Родиться человеком это чудо, остаться человеком это труд. В жизни всегда есть люди, через которых Бог тебя любит. Злость самая бесполезная из эмоций, разрушает мозг и вредит сердцу. Всему ища вину вовне, я злился так, что лес из кожи, а что вина всегда во мне, я догадался много позже. Люди, они как книги, буквы одни и те же, но содержание разное. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя, кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность. Наша самая большая ошибка в том, что мы не слушаем, чтобы понять, мы слушаем, чтобы ответить. нельзя повторить одну ошибку дважды, во второй раз это уже не ошибка, это выбор. Жизнь как фотография, получается лучше, когда ты улыбаешься. «Иногда лучшее лекарство это тишина». «Слабых людей нет, мы все сильны от природы, нас делают слабыми наши мысли». «Если любовь закончилась, она и не начиналась». «Подозревать хуже, чем знать, у реальности есть границы, у воображения нет». «Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам». «Если вы не делаете ошибок, значит вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка». «Вы слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам». «Слушай свое сердце, а не мнение других». «Увидел чужой грех, исправь свой». «Любая проблема в жизни – это проверка ваших возможностей». «Корабль не тонет, когда он в воде, он тонет, вода в нем». «Не так важно, что происходит вокруг нас, важно то, что происходит внутри нас». «Иногда вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни». «Действия людей лучшие переводчики их мыслей». «Капля добра лучше целой бочки философии». «Поздно запирать конюшню на замок после того, как лошадь уже украли». «Лучше износиться, чем заржаветь». «Если не сейчас, то когда?» «У меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что у меня есть». «Навсегда ничего не бывает». «Только неблагородный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить». «Если ошибку можно исправить, значит, ты еще не ошибся». «Идущий дорогу одолевает, сидящего думы одолевают». «Жизнь» это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. «Если оставаться на месте и не двигаться вперед, все тускнеет и теряет смысл, как в работе, как в отношениях, так и в жизни». «Ни один победитель не верит в случайность». «Через год мы будем откровенно смеяться над проблемами, которые сегодня не дают нам заснуть». «Наш характер – это то, что мы делаем, когда думаем, что никто не смотрит». «Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать». «Простить обман не сложно, сложно сохранить былое доверие». «Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения». «Можно и подождать, если есть чего ждать». «Время летит, это плохая новость, хорошая новость, вы пилот своего времени». «Кто-нибудь поймет тебя однажды, а пока, увы, не суждено, шепот сплетен слышит каждый, крик души почти никто». «Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать, но еще не поздно устремиться вперед, чтобы все правильно закончить». «Ошибается каждый, признает ошибки мудрый, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящий». «Живи спокойно и не думай, что кто-то про тебя забыл. Друзья не забывают друга, а кто забыл, тот не был им». «Человек даже с миллионом недостатков будет идеальным, если ты его любишь». «Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя самого думать». «Иногда в молчании больше чувств, чем в словах». «Люди, как музыкальные инструменты, их звучание зависит от того, кто к ним прикасается». «Самая большая человеческая глупость – боязнь. Боязнь совершить поступок, поговорить, признаться. Мы всегда боимся и поэтому так часто проигрываем». «Почти каждая история успеха, которая мне известна, начиналась с того, что человек лежал навзничь, поверженный неудачами». «Выбирайте слова и не повышайте голос. Цветы растут от дождя, а не от грома». «Если ваши дети ждут от вас совета, а не денег, значит жизнь удалась». «Хорошее воспитание – это способность переносить плохое воспитание других». «Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно». «Если ты чувствуешь, что потерял все, помни, деревья теряют листья каждый год, но они продолжают стоять и ждать весны». «Нет большей мудрости, нежели в Библии, нет большей силы, нежели в молитве». «Если Бог дал, значит знал, что выдержишь». «Послушай Бога в заповедях, чтобы Он послушал тебя в молитвах». «В каждой человеческой душе есть пустота, заполнить которую может только Бог». «Кто мы такие, чтобы не прощать друг другу обиды, если даже Бог прощает наши грехи?» «Помогайте людям, даже если вы знаете, что они не могут помочь вам». «Видимое временно, а невидимое вечно». «Как посещение гаража не делает человека шофером, так посещение церкви не делает человека христианином». «Кто убегает от Бога утром, тот не догоняет его в течение дня». «Жизнь как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». «Добро невозможно раздать, оно все время возвращается». «Выбор сделанный в гневе невозможно исправить». «Научился говорить, значит вырос, научился молчать, значит поумнел». «Сокращай свою речь до смысла». «Есть люди, с которыми мы теряем время, а есть те, с кем теряем чувство времени». «Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку». «Если освободить проблему от эмоций останется просто ситуация». «Где умирает надежда, там возникает пустота». «Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно». «Это невозможно», сказала причина. «Это безрассудство», заметил опыт. «Это бесполезно», отрезала гордость. «Попробуй», шепнула мечта. «Бог не открывает дверь мудрости тем, чья Библия закрыта». «Кротость» это мягкость характера при твердости духа. «Кто смотрит слишком далеко, не спокоен сердцем, не печалься же ни о чем заранее и не радуйся тому, чего еще нет». «Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя». «Никогда человек не проявляет такой гордости, чем когда он усиленно старается выглядеть смиренным». «Цена ошибки меньше, чем цена бездействия». «В теории нет разницы между теорией и практикой, на практике она есть». «Человек находит время для всего, что он действительно хочет». «Жизнь — это череда маленьких шагов». «Мы думаем иногда, что быть бедным значит быть голодным, раздетым и бездомным. Настоящая бедность — это быть ненужным, нелюбимым и заброшенным». «Молчанье щит от многих бед, а болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал». «Вы должны быть уверены в своих силах, а затем быть достаточно стойким, чтобы довести дело до конца». «Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. Можно многое увидеть, если просто наблюдать». «Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее. От гордых ничего не ждите. Не бойся, что не получится, бойся, что не попробуешь. «Имей смелость иметь свое мнение, имей мудрость скрывать его». «Будь собой», прочие роли уже заняты. «Все испытывают страх в тот миг, когда могут изменить свою судьбу». «Наши сомнения заставляют нас терять то, что мы могли бы обрести, если бы не испытывали страха». «Не каждый шторм приходит, чтобы разрушить твою жизнь, некоторые приходят, чтобы очистить твой путь». стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. «Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, послушай, что он говорит о других». «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы». «Сон не спасет тебя, если у тебя устала душа». «Бог дает человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо, поэтому не спрашивайте, за что, а подумайте, для чего». «Мы не знаем, что будет завтра, наше дело быть счастливыми сегодня». «Когда говоришь с человеком наедине, он кажется совсем другим». «Как правило, самые сильные это самые тихие и спокойные люди». «Кто не стучится, тому не открывают, кто не пробует, у того не получается». «В этой жизни надо попробовать все, например, рано лечь спать, чтобы выспаться и утром встать веселым и бодрым». «Нельзя манипулировать тем, кто ни к чему не привязан». «Береги то, что у тебя есть, не смотри на то, что есть у других, благодари Бога за то, что Он тебе дал, и Он даст больше». «Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся равнодушными». «Если на вопрос «Как дела?» человек отвечает «нормально», значит вы не входите в сферу его доверия». «Если у человека грустные глаза, значит он что-то понимает в этой жизни». «Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос, он носом тянется туда, куда душою не дорос». «Не принимай все близко к сердцу, а то оно может не выдержать». «Не хочешь узнать человека? Тогда задень его. Человек — это сосуд, чем наполнен, то и начнет выплескиваться. Вопрос «а что подумают люди?» должен стоять на самом последнем месте. По сути всем все равно, жизнь-то твоя. «Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет, а кто в несчастье любом на выручку придет, кто руку твердую подаст, избавит от тревог и даже вида не подаст, что он тебе помог». «Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят от упадка духа». «Четыре вещи невозможно вернуть. Камень, если он брошен, слово, если оно сказано, случай, если он упущен, и время, которое прошло». «Мягкий человек делает то, что просят, черствый человек не делает того, что просят, глупый человек делает то, что не просят, умный человек не делает то, чего не просят, и лишь мудрый человек делает то, что нужно». «Не трогайте проблему, пока проблема не трогает тебя». «Радость» «Радость» идет против основ математики. Она умножается, когда мы делимся. «Главное правильно дышать, вдыхать счастье, выдыхать добро». «Не женское это дело, какое, ой, любое». счастье – это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. «Не теряйте лучшие моменты в вашей жизни только потому, что вы не уверены». «Да, осень – это индикатор. Кто пессимист, кто оптимист? Один увидит дождь и слякоть, другой красивый желтый лист». «Когда-нибудь тебе будут внушать, что твою доброту вытирают ноги. Не верь, оставайся добрым. Добрые сердца спасают людей». «У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим и желания, в которых он не сознается даже себе самому». «Закончив день, забудьте о нем. Все, что вы могли, вы сделали». «Не умеешь ценить то, что есть, научишься ценить воспоминания». «Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь». «Не забудь Бога, когда ты получишь то, о чем молишься». «Если Бог заставляет тебя ждать, приготовься получить больше, чем ты просил». «Когда Бог в твоей лодке, это не значит, что не будет шторма, это значит, что твоя лодка не утонет». «Нет плохих людей, есть люди, за которых нужно молиться». «У Бога есть цель для вашей боли, причины для вашей борьбы и награда за вашу верность, не сдавайтесь». «Сколько бы ты раз не падал, Бог хочет простить тебя, поднять и сделать твое сердце чистым, Он любит тебя». «Мудреца спросили, откуда ты знаешь, кто любит тебя? Он сказал, тот, кто заботится обо мне и интересуется мной, и никогда не устает от меня, а когда я допускаю ошибку, прощает меня, это и есть тот, кто любит меня». «Не бывает безнадежных ситуаций у того, кто надеется на Бога». «Не сомневайтесь в любви Бога, ибо если бы мы знали, какая она большая, плакали бы от счастья». «Будь терпелив с другими настолько, насколько Бог терпелив с тобой». «У тебя будут трудные дни, но Бог всегда будет с тобой». «И ценности, как отпечатки пальцев у каждого свои». «Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. «Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно». «Никогда не обращай внимания на слова, сказанные за твоей спиной. Мусор, прилипший к ногам, руками не трогают, его просто стряхивают». «Не расстраивайся, что ты на нижнем уровне успеха, просто помни, что детеныш льва это тоже лев». «Комфорт это не мебель, не дом, не место. Комфорт это когда на душе спокойно». «Науч научитесь все требовать от себя и ничего от других, и вы приобретете великую свободу и независимость. «Никогда не опускай свою планку из-за того, что кто-то не может до нее подняться». «Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии». «Все люди на свете делятся на два типа. Одни с тобой при определенных условиях, другие в любых обстоятельствах». «Счастье это неудачное стечение внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего ума». «Умейте признаваться человеку, что вы соскучились. Иногда это действительно важно». «Не стоит менять себя в угоду другим, ведь если вам жмут туфли, вы же не меняете ноги». «Самый богатый тот, чьи радости требуют меньше всего денег». «Если ваша жизнь заехала в тупик, не забывайте, что за рулем вы». «Приятно, когда тебя знают, хорошо, когда тебя любят, и совершенно замечательно, когда тебя знают, но все-таки любят». «В одно мгновение бог может сделать то, на что обычно уходят годы, сохраняй веру». «Невеликая награда, невысокий пьедестал, человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал». «Ничто в этом мире не происходит случайно». «Будь тем, кто ты есть, а не тем, кем хотят тебя видеть другие». «Если человек научился терпеть физическую боль, он силен, но если человек научился терпеть душевную боль, он непобедим». «Если я буду совершать именно те поступки, которые ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». «Три жизненных правила». «Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. если вы не спросите, вы не получите ответ, если вы не попробуете, вы не добьетесь цели». «Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть». «Утомляет не гора, на которую восходишь, а камешек, в ботинке». «Так странно вспоминать о том, как когда-то ты впервые встретил человека, и как в тот момент ты даже понятия не имел, как он повлияет на тебя». «Лучше совершать ошибки, но стараться измениться, чем казаться хорошим, но быть гнилым». «Любовь заканчивается тогда, когда человеку неинтересно знать, как прошел твой день, а тебе и не хочется рассказывать». «Люди, у которых нет собственной жизни, всегда вмешиваются в чужую. Не важно, кто напротив, важно, кто рядом». «Люди» «Люди» «Находят время помочь другим, даже если они борются со своими собственными проблемами». «Когда стоишь перед выбором, просто подбрось монетку». «Это не даст верного ответа, но в момент, когда монетка в воздухе, ты уже знаешь, на что надеешься». «Пользуйтесь правилом воздушного шара, выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту». «Даже не задумывайтесь, почему же человек сделал вам то или иное. Достаточно понять одну простую истину. Обиженные пытаются обидеть, счастливые осчастливить». Вот и все. «Иногда мы молчим не потому, что нам нечего сказать, а потому, что хотим сказать намного больше, чем кто-то сможет понять». «Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам». «Если человек не выставляет чувства на показ, это ведь не значит, что у него их нет». «Если Всевышний не дал тебе то, что ты хотел, значит, он даст тебе лучше, но позже». «Когда Бог дает вам новое начало, не повторяйте старых ошибок». «Твой лучший учитель – это твоя последняя ошибка». «Самое сложное – делать вид, что ты ничего не знаешь, когда тебе известно даже больше, чем надо». «У мечты нет срока годности». «Нет цены тем, кто любит нас такими, какие мы есть». «Мир не лучше и не хуже. Он такой, как видишь ты. Кто-то видит только лужи, кто-то звездные миры». «Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя». «Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела». «Молчание молчанию рознь, одни молчат от непонимания, другие слишком хорошо все понимают и потому молчат». «Каждому нужен человек, для кого хотелось бы стараться». «А стоит ли кого-то осуждать за их ошибки в жизни и падения, мы все умеем падать, к сожалению, не все умеем руку подавать». «Мысли это грунтовка, подготовка к художеству, дальше первый слой краски чувства, второй слой наши дела». «Что бы ни случилось, запасись терпением, солнце должно снова взойти, оно всегда так поступает». «Каждый день начинай с победы над своей ленью, над своими слабостями, впереди замечательная жизнь». «Даже в трудные минуты не забывайте, что все ко благу, нет, Богу не все равно, нет, Он не медлит, все разрешится в самое нужное время, потерпите». «Никогда и никому не доказывай, какой ты человек. Тот, кто захочет увидеть в тебе плохое, увидит только это. «Тот, у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце даже в самый хмурый день». «Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору, если тебе легко, значит ты летишь в пропасть». «Один мудрец сказал, красивые люди часто теряют красоту, открыв свой рот». «Ты жив, а значит все еще возможно». «Пессимист» жалуется на ветер, «Оптимист» надеется на перемену погоды, «Реалист» ставит паруса». «Если ты хочешь, но не можешь, значит не очень хочешь». «Прекрасное чувство, когда кто-то говорит, жаль, что я не знал тебя раньше». «Когда нам плохо, мы думаем, а где-то кому-то хорошо, когда нам хорошо, мы редко думаем, где-то кому-то плохо». «Человек бежит по жизни, не жалея ног, дом-работа, дом-работа, отбывая срок, выходные передышка, отпуск как привал, старость, пенсия, отдышка. А куда бежал? Тому, кто умеет ждать, всегда достается самое лучшее. И каждый рисовал себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего был лишен в настоящем. счастлив не тот, у кого много, счастлив тот, кому хватает. В добро верят лишь те немногие, кто его творит. трудности полезны, они заставляют тебя развиваться. Вас никогда не будут критиковать те, кто делает больше, чем вы. Критикуют только те, кто делает намного меньше. Держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль от действий. Не судите человека, пока не поговорите с ним лично, потому что все, что вы слышите, слухи. никому никогда ничего не объясняйте. Каждый все равно поймет так, как ему выгодно. Когда судите о чужой жизни, запомните одно, вы видите только то, что вам дают увидеть. смелость это не всегда львиный рев, это тихий голос в конце дня, говорящий «Я снова попробую завтра». После дождя всегда приходит радуга, после слез счастье. В маленьких радостях рождается огромное желание жить. Язык твой лев, если удержишь его, защитит тебя, если выпустишь, растерзает. Высота горы, на которую ты поднялся, определяется глубиной ямы, из которой ты выбрался. Вы отдыхаете в самолете, даже если вы не знаете пилота. Вы отдыхаете на корабле, хотя не знаете капитана. Вы отдыхаете в автобусе, даже если вы не знаете водителя. Почему бы вам не расслабиться в жизни, зная, что Бог контролирует ситуацию. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. не нужно быть важным, важно быть нужным. Потерпи, иногда вам нужно пройти через худшее, чтобы добраться до лучшего. бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью. Шалаш, где смеются, дороже дворца, где плачут. Улыбайся сегодня, плач завтра. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих, и себя, и другого. Не бойтесь дарить счастье другим, оно к вам обязательно вернется. Однажды ты поймешь, почему все происходило именно так, и почему нужно быть благодарным Богу за все, за все без исключений. Не стоит бояться испытаний в жизни, сильный ветер ломает только слабые деревья. наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом. О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. Нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты. Берегите людей, с которыми вы свободны в эмоциях, желаниях и чувствах. Никому никогда ничего не объясняйте. Каждый все равно поймет так, как ему выгодно. Один луч солнца достаточен для того, чтобы рассеять миллионы теней. Самое теплое чувство дорога домой. Принятие окончательного решения иногда может выглядеть, как гражданская война внутри себя. Самая большая тюрьма, в которой живут люди, это боязнь того, что подумают другие. Никогда не срывайтесь на других людей из-за своих проблем. В любой непонятной ситуации нужно идти спать. «Друзья, которые всегда тебя поддерживали, очень редкие. Если у тебя есть, береги их». «Человек замечает в мире лишь то, что уже несет в себе». Одного мудреца спросили, почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые. Посмотри в окно, что ты видишь? Вижу, как дети играют во дворе. А теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там? Себя. Вот видишь, и окно, и зеркало, и стекла. Но стоит добавить немного серебра, и уже видишь только себя. Надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. Легче растить сильных детей, чем потом ремонтировать сломанных взрослых. Всегда буду ценить тех людей, которые в трудный момент скажут «Я с тобой». Все секреты долгой и счастливой жизни есть в два раза меньше, гулять в два раза больше, смеяться в три раза чаще, любить всегда. Не бойтесь изменить что-либо в своей жизни, если этого хотят ваше сердце и душа, иначе придется жить, изменив и душе, и сердцу. Фразу «Прости меня» чаще всего говорят люди, не виноватые ни в чем, они просто дорожат другими. Не суетись всему свое время. Рука, протянутая в трудную минуту, запомнится на всю жизнь. Фальшивый друг похож на тень, он с вами только в ясный день. Имеет значение только то, что ты делаешь, а говорить можно все, что угодно. Самый сложный экзамен — это жизнь. Большинство проваливает его, списывая и копируя у других, не понимая, что у каждого свой билет. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. «Если кто-то каждый день перед сном желает тебе спокойной ночи, ты уже счастливее очень многих людей». «Жаль, что в нашей памяти нет функции удалить». «Поведение» — это негласная проповедь. «Если кто-то судит твой путь, одолжи ему свои ботинки». «Человек устроен так, что когда что-то зажигает его душу, все становится возможным». «Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь». «Если нет своей цели в жизни, то будешь работать на того, у кого она есть». «Часто самое откровенное мы говорим в шутку, чтобы никто не понял, что это правда». «Когда события не совпадают с нашими ожиданиями, мы теряемся. Поэтому ожиданий лучше не иметь вовсе, а просто быть готовым к любому повороту». «Не суди человека, не зная предыстории. Может, узнав суть, ты еще пожмешь ему руку». «Есть три незаменимых лекарства на земле природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора пережить». «Никогда не смотри ни на кого сверху вниз, если только ты не помогаешь ему подняться». «Цени минуты, дорожи часами и время трать на добрые дела. Пусть эта мысль девизом жизни станет, лишь в Боге ценность, остальное суета». «Сделай так, чтобы твоя Библия открывалась раньше соцсетей». «Многие люди ошибаются, думая, что в аду будет так же весело, как на пути в ад». «Всегда в особо тяжелые моменты своей жизни общайтесь с маленькими детьми и мудрыми стариками. Дети убедят вас, что не все потеряно, старики, что все можно пережить». «Любить значит видеть человека таким, каким его задумал Бог. «А жизнь как роза, то цветет, то колется, и каждый шип особенно болит. Когда за нашу боль хоть кто-то молится, Господь услышит их и исцелит». «Не тот мудр, кто всех судит, а тот, кто всех любит». «Хоть и не нова, я напомню снова, перед лицом и друга и врага ты господин не сказанного слова, а сказанного слова ты слуга». поспешность это подлинный источник ошибок. Удивительно, что ребенку, который учится ходить и падает более пятидесяти раз, не приходит мысль «Может, это не мое?» «В падающем самолете нет атеистов». «Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты ошибешься сам». «Лучше иногда падать, чем никогда не летать». «Делай хорошее, и хорошее к тебе вернется». «Чудо всегда ждет нас где-то рядом с отчаянием». «Не отвергайте людей, которые хотят с вами быть. Возможно, они будут единственными, кто останется с вами в самые трудные моменты жизни». «Начать с чистого листа нетрудно, трудно изменить почерк». «Как говорил знакомый еврей, не нужно так нервничать и убиваться, тебе за это не заплатят». «Любой баран считает пастуха гением, а собаку защитником стада, хотя хозяин и собака съедают больше овец, чем волки». «Три малых золотых правила языка «Думай, что говоришь, не говори того, что не думаешь, не все, что думаешь, говори». «Сначала мы спешим во взрослую жизнь, а потом мечтаем вернуться в детство». «Важно не сколько мы даем, а чем мы жертвуем. Обязательно дружите с теми, кто лучше вас. Будете мучиться, но расти». «Людям не всегда нужны советы, иногда им нужна рука, которая поддержит, ухо, которое выслушает и сердце, которое поймет». «Счастье» это когда родные и очень близкие тебе люди здоровы. Остальное отремонтируем, выбросим, купим, забудем». «Так смешно слушать ложь, когда знаешь правду, а перебивать жалко, человек же старается». «Очень легко рассуждать о том, как сделать правильно, когда выбор стоит не перед тобой». «Все думают, что время придет, а время только уходит». «Если тебе ответили молчанием, это не значит, что тебе не ответили». «Проблема не во времени, а в том, как мы им распоряжаемся». «Лучший друг – это человек, который выскажет тебе в глаза все, что ему в тебе не нравится, а всем скажет, что ты самый замечательный человек на свете». «Только не раскисай, в том и состоит твоя задача в нашей тяжелой жизни сохранить сердце любящим и не раскисать несмотря ни на что. Что бы ни случилось, держи себя в руках и не падай духом». «Отдай в руки Бога все, что хочешь сохранить». «Главное в жизни встретить человека, который поймет тебя даже тогда, когда ты молчишь». «Не создан человек для одиночества с дремучими инстинктами в крови. Он может жить без имени, без отчества, но никогда без ласки и любви». «Дружба – это когда люди знают о тебе все, но все равно любят». «Спросили мудреца, что вас больше удивило в людях? Мудрец ответил, люди устают от детства и спешат стать взрослыми, но потом желают возвратиться в детство, теряют здоровье в погоне за богатством, но потом тратят эти богатства, чтобы вернуть себе здоровье. С тревогой, думая о будущем, забывают настоящее и не живут ни в настоящем, ни в будущем. Живут, как будто никогда и не умрут, и умирают, как будто никогда и не жили». «Дело не в возрасте, дело в том, что в голове в этом возрасте. Что предназначено тебе, не возьмет никто. Найди покой в своей душе, все остальное само найдет тебя. Воспоминания такая странная вещь. Они греют душу и в то же время рвут ее на части. Победа не всегда означает быть первым. Победа это когда ты стал лучше, чем был. «О чем вы думаете, то и чувствуете. Что чувствуете, то и излучаете. Что излучаете, то и получаете». «Запомни правило трех Н. Нет ничего невозможного». «У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам». «Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать». «Пока человек чувствует боль, он жив. Пока человек чувствует чужую боль, он человек». «Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек». «Неважно, как ведут себя другие, главное ты веди себя достойно». «То, что нельзя изменить, давно пора забыть». «Мы не можем знать, что творится у кого-то в душе, но мы можем постараться, чтобы там было тепло». «Ищи тех, кто вдохновляет тебя жить праведной жизнью». «Твоя вера может сдвигать горы, а твое сомнение создавать их». «Знаете, что самое страшное в жизни не успеть? Время, посвященное Господу, никогда не будет потрачено напрасно. я все равно ни о чем не жалею, хотя бы потому, что это бессмысленно». «Судьба дает нам жизнь как детскую раскраску, обычный фон и контуры судьбы, а уж какие будут краски, решаешь это только ты. Цветная жизнь твоя или в серых красках, ругай художника себя. Судьба дает тебе раскраску, а дальше воля лишь твоя». «Мы всегда утешаем людей словами, которые хотели бы услышать сами».